Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Алибаба и «Сорок разбойников» Когда-то очень давно в одном персидском городе жили два брата. Касим и Алибаба. Когда умер их отец, они поделили между собой деньги, которые после него остались. Касим стал торговать на рынке дорогими тканями и шелковыми халатами. Он умел расхваливать свой товар и зазывать покупателей, и в его лавке всегда толпилось много народу. Касим все больше и больше богател, и, когда накопил много денег, женился на дочери главного судьи, которую звали Фатима. А Алибаба не умел торговать и наживать деньги, и женат он был на бедной девушке по имени Зейнаб. Они быстро истратили почти все, что у них было, и однажды Зейнаб сказала, «Слушай, Алибаба, нам скоро будет нечего есть. Надо тебе что-то придумать, а то мы умрем с голоду». «Хорошо», — ответил Алибаба. «Я подумаю, что нам делать». Он вышел в сад, сел под дерево и стал думать. Долго думал Алибаба и, наконец, придумал. Он взял оставшиеся деньги, пошел на рынок и купил двух ослов — топор и веревку. А на следующее утро он отправился за город, на высокую гору, поросшую густым лесом, и целый день рубил дрова. Вечером Алибаба связал дрова в вязанке, нагрузил ими своих ослов и вернулся в город. Он продал дрова на рынке и купил хлеба, мяса и зелени. С тех пор Алибаба каждое утро уезжал на гору и до самого вечера рубил дрова, а потом продавал их на рынке и покупал хлеб и мясо для себя и для Зейнаб. И вот однажды он стоял под высоким деревом, собираясь его срубить. И вдруг заметил, что на дороге поднялась пыль до самого неба. А когда пыль рассеялась, Алибаба увидал, что прямо на него мчится отряд всадников, одетых в панцири и кольчуги. К седлам были привязаны копья, а на поясах сверкали длинные острые мечи. Впереди скакал на высокой белой лошади одноглазый человек с черной бородой. Алибаба очень испугался. Он быстро влез на вершину дерева и спрятался в его ветвях. Всадники подъехали к тому месту, где он только что стоял, и сошли на землю. Каждый из них снял с седла тяжелый мешок и взвалил его себе на плечи. Потом они встали в ряд, ожидая, что прикажет одноглазый. Их атаман! Что это за люди? И что у них в мешках? Подумал Алибаба. Наверное, это воры и разбойники. Он пересчитал людей, и оказалось, что их ровно сорок человек, не считая атамана. Атаман встал впереди своих людей и повел их к высокой скале, в которой была маленькая дверь из стали. Она так заросла травой и колючками, что ее почти не было видно. Атаман остановился перед дверью и громко крикнул «Сим-Сим, открой дверь!» И вдруг дверь в скале распахнулась. Атаман вошел, а за ним вошли его люди, и дверь опять захлопнулась за ними. «Вот чудо!» — подумал Алибаба. «Ведь Сим-Сим — это простое растение. Я знаю, что из его семян выжимают масло, но я не знал, что оно может открывать двери». Алибабе очень захотелось посмотреть поближе на волшебную дверь, но он так боялся разбойников, что не осмелился слезть с дерева. Прошло немного времени, и вдруг дверь снова распахнулась. И сорок разбойников вышли с пустыми мешками. Как и прежде, одноглазый атаман шел впереди. Разбойники привязали к седлам пустые мешки, вскочили на коней и ускакали. Тогда Алибаба, который уже устал сидеть, скрючившись на дереве, быстро спустился на землю и подбежал к скале. «А что будет, если я тоже скажу?» «Сим-Сим, открой дверь!» — подумал он. «Откроется дверь или нет? Попробую!» Он набрался храбрости, вдохнул побольше воздуху и во весь голос крикнул. «Сим-Сим, открой дверь!» И тотчас же дверь распахнулась перед ним, и открылся вход в большую пещеру. Алибаба вошел в пещеру, и как только он переступил порог, дверь снова захлопнулась за ним. Алибабе стало немного страшно. А вдруг дверь больше не откроется, и ему нельзя будет выйти. Но он все же пошел вперед, с удивлением осматриваясь по сторонам. Он увидел, что находится в большой комнате, и у стен стоит множество столиков, уставленных золотыми блюдами под серебряными крышками. Алибаба почувствовал вкусный запах кушаней и вспомнил, что с утра ничего не ел. Он подошел к одному столику, снял крышки с блюд, и у него потекли сленки. На блюдах лежали все кушанья, какие только можно пожелать. Жареные куры, рисовый пилав, блинчики с вареньем, халва, яблоки и еще много других вкусных вещей. Алибаба схватил курицу и мигом обглодал ее. Потом принялся запилав, а покончив с ним, отломил халвы, но уже не мог съесть ни кусочка, до того он был сыт. Отдохнув немного, он осмотрелся и увидал вход в другую комнату. Алибаба вошел туда и зажмурил глаза. Комната вся сверкала и блестела. Так много было в ней золота и драгоценностей. Золотые динары и серебряные дирхемы грудами лежали прямо на земле, словно камни на морском берегу. Драгоценная посуда, кубки, подносы, блюда, украшенные дорогими каменьями, стояла по всем углам. Кипы шелкой тканей китайских, индийских, сирийских, египетских лежали посреди комнаты. По стенам висели острые мечи и длинные копья, которых хватило бы на целое войско. У Алибабы разбежались глаза, и он не знал, за что ему взяться. То примерит красный шелковый халат, то схватит золотой поднос и смотрится в него, как в зеркало, то он и берет в пригоршню золотых монет и пересыпает их. Наконец он немного успокоился и сказал себе, «Эти деньги и драгоценности, наверное, награблены, и сложили их сюда разбойники, которые только что здесь были. Эти богатства не принадлежат им, и если я возьму себе немножко золота, в этом не будет ничего дурного, ведь его здесь столько что не счесть». Алибаба подоткнул пол и халата и, встав на колени, стал подбирать золото. Он нашел в пещере два пустых мешка, наполнил их динарами, притащил к двери и крикнул, «Сим-Сим, открой дверь!» Дверь тотчас же распахнулась. Алибаба вышел из пещеры, и дверь захлопнулась за ним. Колючие кусты и ветви переплелись и скрыли ее от глаз. Ослы Алибабы паслись на лужайке. Алибаба взвалил на них мешки с золотом, прикрыл их сверху дровами и поехал домой. Когда он вернулся, уже была ночь, и встревоженная Зейнаб ждала его у ворот. «Что ты так долго делал в лесу?» спросила она. «Я думала, что тебя растерзали волки или гиены. Отчего ты привез дрова домой, а не продал их?» «Сейчас все узнаешь, Зейнаб», — сказал Алибаба. «Помоги-ка мне внести в дом эти мешки, и не шуми, чтобы нас не услышали соседи». Зейнаб молча взвалил один из мешков себе на спину, и они с Алибабой вошли в дом. Зейнаб плотно прикрыла за собой дверь, зажгла светильник и развязала мешок. Увидя золото, она побледнела от страха и крикнула. «Что ты наделал, Алибаба? Кого ты ограбил?» «Не тревожься, Зейнаб», — сказала Алибаба. «Я никого не ограбил, и сейчас расскажу тебе, что со мною сегодня случилось». Он рассказал ей про разбойников и пещеру, и, окончив свой рассказ, сказал «Смотри, Зейнаб, спрячь это золото и не говори о нем никому. Люди подумают, что мы и вправду кого-нибудь ограбили, и донесут на нас султану, и тогда он отнимет у нас все золото и посадит нас в подземелье. Давай выкопаем яму и спрячем в ней золото». Они вышли в сад, выкопали при свете луны яму, сложили все золото, а потом опять забросали яму землей. Покончив с этим делом, Алибаба лег спать. Зейнаб тоже легла, но еще долго ворочалась сбоку-набок и думала, сколько же золота привез Алибаба. Как только расцветет, я пересчитаю все монетки до последней. На следующее утро, когда Алибаба, как всегда, уехал на гору, Зейнаб побежала к яме, раскопала ее и принялась пересчитывать динары. Но их было так много, что Зейнаб не могла сосчитать. Она не очень хорошо считала и все время сбивалась. Наконец, это ей надоело, и она сказала себе, «Лучше я возьму мерку и перемирю золото. Вот только мерки у меня нет. Придется попросить у Фатимы». А Касим с Фатимой жили в соседнем доме. Зейнаб сейчас же побежала к ним. Вошла в сень и сказала Фатиме, «Сделай милость, одолжи мне ненадолго мерку. Я сегодня же верну ее тебе». «Хорошо», — ответила Фатима, «но моя мерка у соседки. Сейчас я схожу за ней и дам ее тебе. Подожди здесь в сенях. У тебя ноги грязные, а я только что расстелила чистые циновки». Все это Фатима выдумала, и мерка, которой мерили крупу, висела на своем месте в кухне над очагом, и циновок она не меняла уже дней десять. На самом деле, ей просто очень хотелось узнать, для чего Зейнаб вдруг понадобилась мерка. Ведь Фатима хорошо знала, что в доме у Алибабы давно уже нет никакой крупы. А спрашивать Зейнаб она не желала. Пусть Зейнаб не воображает, что Фатима интересуется ее делами. И она придумала способ узнать, не спрашивая. Она вымазала дно мерки медом, а потом вынесла ее Зейнаб и сказала, «На, возьми, только смотри, не забудь возвратить ее в целости, и не позже, чем к закату солнца. Мне самой нужно мерить чечевицу». «Спасибо тебе, Фатима», — сказала Зейнаб и побежала домой. Она выгребла из ямы все золото и начала торопливо его мерить, все время оглядываясь по сторонам. Золото оказалось десять мер и еще полмеры. Зейнаб вернула мерку Фатиме и ушла, поклонившись ей до земли. Фатима сейчас же схватила мерку и заглянула в нее. И вдруг она увидела, ко дну мерки прилип какой-то маленький светлый кружочек. Фатима запустила руку в мерку и вынула кружочек. Это был новенький золотой динар. Фатима не верила своим глазам. Она повертела монету между пальцами и даже попробовала ее на зуб. Не фальшивая ли? Но динар был самый настоящий. Из чистого золота. «Так вот какая эта крупа!» — закричала Фатима. «Они такие богачи, что Зейнаб даже мерит золото меркой!» «Наверное, они кого-нибудь ограбили, а сами притворяются бедняками. Скорее бы Касим вернулся из лавки. Я непременно все расскажу ему. Пусть пойдет к Алибабе и пригрозит ему хорошенько. Алибаба, наверное, поделится с ним». Фатима весь день просидела у ворот, ожидая Касима. Когда стала смеркаться, Касим вернулся из лавки, и Фатима, не дав ему даже снять тюрбан, закричала. «Слушай, Касим, какая у меня новость! Твой брат Алибаба прикидывается бедняком, а он, оказывается, богаче нас с тобой!» «Что ты выдумал?» – рассердился Касим. «Богаче меня нет никого на нашей улице, да и во всем квартале не даром меня выбрали старшиной рынка». «Ты мне не веришь?» – обиделась Фатима. «Ну так скажи, как ты считаешь деньги, когда ты подсчитываешь по вечерам выручку?» «Обыкновенно считаю», – ответил Касим. «Складываю в кучи динары и дирхемы и пересчитываю. А как насчитаю сотню, загибаю палец, чтобы не ошибиться». «Да что ты таких глупостей спрашиваешь?» «Нет, не глупости», – закричала Фатима. «Ты вот считаешь динары на десятки и сотни, а Зейнаб, жена твоего брата, считает мерами. Вот что она оставила в моей мерке». И Фатима показала ему динар, который прилип к дну мерке. Касима смотрел его со всех сторон и сказал, «Пусть меня не зовут Касимом, если я не допытаюсь. Откуда у Али-Бабы взялись деньги? Хитростью или силой? Но я отберу их у него». И он сейчас же отправился к своему брату. Али-Баба только что вернулся с горы и отдыхал на каменной скамье перед домом. Он очень обрадовался Касиму и сказал, «Добро пожаловать, Касим. Ты не часто бываешь у меня. Что привело тебя ко мне сегодня? Да еще в такой поздний час». «Добрый вечер, брат мой», – вежливо сказал Касим. «Меня привела к тебе большая обида». «Обида?» – удивился Али-Баба. «Чем же я мог, бедный дровосек, обидеть старшину рынка?» «Ты теперь богаче меня», – сказал Касим. «Ты меряешь золото мерами. Вот что моя жена нашла на дне мерки, которую она дала твоей жене Зейнаб. Не обманывай меня, я все знаю. Почему ты скрыл от меня, что разбогател? Наверное, ты кого-нибудь ограбил». Али-Баба понял, что Касим проведал его тайну и решил во всем признаться. «О, брат мой», – сказал он, – «я вовсе не хотел тебя обманывать. Я только потому ничего тебе не рассказал, что боялся воров и разбойников, которые могут тебя убить». И он рассказал Касиму про пещеру и про разбойников. Потом протянул брату руку и сказал, «О, брат мой, мы с тобой оба сыновья одного отца и одной матери. Давай же делить пополам все, что я привезу из пещеры. Я знаю, как туда войти и как уберечься от разбойников. Возьми себе половину денег и сокровищ. Этого хватит тебе на всю жизнь». «Не хочу половину, хочу все деньги», – закричал Касим и оттолкнул руку Али-Бабы. «Говори скорее, как войти в пещеру, а если не скажешь, я донесу на тебя султану, и он велит отрубить тебе голову». «Зачем ты грозишь мне султаном?» – сказал Али-Баба. «Поезжай, если хочешь, в пещеру. Но только тебе все равно не увезти все деньги и сокровища. Даже если бы ты целый год возил из пещеры золото и серебро, ни отдыхая ни днем, ни ночью, то и тогда ты не увез бы и половины того, что там есть». Он рассказал Касиму, как найти пещеру, и велел ему хорошенько запомнить слова. «Сим-сим, открой дверь». «Не забуду», – сказал Касим. «Сим-сим-сим-сим, это, кажется, растение вроде конопли. Буду помнить». На следующее утро Касим оседлал десять мулов, взвалил на каждого мула по два больших сундука и отправился в лес. Он пустил своих мулов пастись на опушке леса, отыскал дверь в скале и, встав перед нею, закричал изо всех сил. «Эй, Сим-сим, открой дверь!» Дверь распахнулась, Касим вошел, и дверь снова захлопнулась за ним. Касим увидел пещеру, полную сокровищ, и совсем потерял голову от радости. Он заплясал на месте, потом бросился вперед и стал хватать все, что попадалось под руку – охапки дорогих тканей, куски золота, кувшины и блюда. Потом бросал их и срывал со стен золотые мечи и щиты, хватал пригоршнями деньги и совал их за пазуху. Так он метался по пещере целый час, но никак не мог забрать всего, что там было. Наконец он подумал, у меня много времени, буду выносить отсюда мешок за мешком, пока не нагружу всех мулов, а потом приеду еще раз. Я буду ездить сюда каждый день, пока не заберу все до последней монетки. Он схватил мешок с деньгами и поволок его к двери. Дверь была заперта. Касим хотел произнести волшебные слова, которые открывали дверь, но оказалось, что он позабыл их. Он помнил только, что надо сказать название какого-то растения, и он крикнул, «Горох, открой дверь!» Но дверь не открылась. Касим испугался, он подумал и крикнул опять, «Пшеница, открой дверь!» Дверь не шевельнулась. Касим от страха уже ничего не мог вспомнить и выкрикивал название всех растений, какие знал. «Овес, открой дверь!» «Конопля, открой дверь!» «Ячмень, открой дверь!» Но дверь не открывалась. Касим понял, что ему никогда уже не выброс из пещеры. Он сел на мешок с золотом и заплакал. В это время разбойники ограбили богатых купцов, отобрали у них много золота и дорогих товаров. Они решили все это спрятать в пещере. Подъезжая к лесу, атаман заметил на опушке мулов, которые мирно щипали траву. «Что это за мулы?» удивился атаман. «К их седлам привязаны сундуки?» «Наверное, кто-нибудь разузнал про нашу пещеру и хочет нас ограбить!» Он приказал разбойникам не шуметь и, подойдя к двери, тихо произнес «Сим-Сим, открой дверь!» Дверь отворилась, и разбойники увидели Касима, который старался спрятаться за мешок с деньгами. Атаман бросился вперед, взмахнул саблей и отрубил Касиму. Голову Разбойники оставили тело Касима в пещере, а сами переловили мулов и, погнав их перед собой, ускакали. А Фатима весь день просидела у окна, все ждала, когда покажутся мулы с сундуками, полными золота. Но время проходило, а Касима все не было. Фатима прождала день, прождала ночь, а утром с плачем прибежала к Алибабе. Алибаба сказал, «Не тревожься, Фатима, я сейчас сам поеду на гору и узнаю, что случилось с Касимом». Он тотчас же сел на осла и поехал в лес, прямо к пещере. И как только вошел в пещеру, увидел, что его брат лежит мертвый на мешках с деньгами. Алибаба вынес тело Касима из пещеры, положил его в мешок и печальный поехал домой. «Вот до чего довела Касима жадность», думал Алибаба. «Если бы он согласился разделить со мной деньги и не захотел забрать себе все, он и сейчас был бы жив». Алибаба устроил Касиму пышные похороны, но никому не сказал, как погиб его брат. Фатима говорил всем, кто провожал Касима на кладбище, что ее мужа растерзали в лесу дикие звери. Когда Касима похоронили, Алибаба сказал Фатиме, «Знаешь что, Фатима, продай мне твой дом и будем жить вместе. Тогда и мне не придется строить новый дом, и тебе не так страшно будет жить одной. Хорошо?» «О, Алибаба», сказала Фатима, «мой дом, твой дом, и все, что у меня есть, принадлежит тебе. Позволь только мне жить с вами. Больше мне ничего не нужно». «Ну вот и хорошо», сказала Алибаба, и они с Зейнаб и Фатимой зажили вместе. Алибаба еще несколько раз ездил в пещеру и вывез оттуда много золота, драгоценных одежд, ковров, посуды. Каждый день у него на кухне готовилась пища не только для него самого, Зейнаб и Фатимы, но и для всех бедных соседей, которым нечего было есть. А когда соседи благодарили его, он говорил, «Приходите завтра и приводите с собой всех бедняков, а благодарить не за что. Я угощаю вас на деньги моего брата Касима, которого съели на горе волки». Он ведь был человек богатый. Скоро все бедняки и нищие стали приходить в дом Алибабы к обеду и ужину. И жители города очень его полюбили. Вот что было с Алибабой, Зейнаб и Фатимой. Что же касается разбойников, то они через несколько дней опять приехали к пещере и увидели, что тело их врага исчезло, а мешки с деньгами разбросаны по земле. «В нашу пещеру опять кто-то заходил», вскричал Атаман. «Недавно я убил одного врага, но оказывается, их несколько. Пусть не буду я, Хасан, одноглазый, если я не убью всякого, кто хочет поживиться нашей добычей. Храбрые разбойники, найдется ли среди вас смельчак, который не побоится отправиться в город и разыскать нашего обидчика? Пусть не берется за это дело трус или слабый, только хитрый и ловкий может исполнить его». «О, Атаман, сказал один из разбойников, никто кроме меня не пойдет в город и не выследит нашего врага. Недаром меня зовут Ахмед, сорви голова». «А если я не найду его, делай со мной, что хочешь». «Хорошо, Ахмед», ответил Атаман, «даю тебе один день сроку. Если ты найдешь нашего врага, я назначу тебя своим помощником. А если не найдешь, лучше не возвращайся. Я отрублю тебе голову». «Будь спокойно, Атаман, не пройдет и дня, как ты узнаешь, где найти своего врага», пообещал Ахмед. «Ждите меня сегодня к вечеру, здесь, в лесу». Он сбросил с себя разбойничье платье, надел синий шелковый халат, красные сафьяновые сапоги и тюбетейку, и пошел в город. Было раннее утро, рынок был еще пуст, и все лавки были закрыты. Только старый башмачник сидел под своим навесом и, разложив инструменты, ждал заказчиков. Ахмед, с рви голова, подошел к нему и, низко поклонившись, сказал. «Доброе утро, дядюшка. Как ты рано вышел на работу. Если бы я не увидел тебя, мне пришлось бы долго ждать, пока откроется рынок». «А что тебе нужно?» спросил старый башмачник, которого звали Мустафа. «Я чужой в вашем городе», ответил Ахмед. «Только сегодня ночью я пришел сюда и ждал до рассвета, пока открыли городские ворота. В этом городе жил мой брат, богатый купец. Я пришел к нему из далеких стран, чтобы повидать его, и, подходя к городу, услышал, что его нашли в лесу мертвым. Теперь я не знаю, как отыскать его родных, чтобы поплакать о нем вместе с ними». «Ты говоришь, твой брат был богатый купец?» спросил башмачник. «А в нашем городе недавно хоронили одного купца, и я был на похоронах. Жена купца говорил, что его рассерзали волки, но я слышал от одного человека, что это неправда, и что на самом деле этого купца младший брат нашел в лесу убитым без головы и тайком привез домой в мешке». Ахмед Сарвиголова очень обрадовался. Он понял, что этот богатый купец и есть тот человек, которого убил атаман в пещере. «Ты можешь меня провести к его дому?» спросил Ахмед башмачника. «Могу», ответил башмачник, «но только как же мне быть с работой? Вдруг кто-нибудь придет на рынок и захочет заказать мне туфли, а меня не будет на месте?» «Вот тебе динар», сказал Ахмед, «возьми его за убытки, а когда ты покажешь мне дом моего брата, я дам тебе еще динар». «Спасибо тебе за твою щедрость», воскликнул обрадованный Мустафа. «Чтобы заработать этот динар, мне нужно целый месяц ставить на туфлях заплатки. Пойдем!» И башмачник привел Ахмеда к дому, где жил Касим. «Вот дом, где жил убитый купец, здесь посиделся теперь его брат», сказал Мустафа. «Его-то мне и надо», подумал Ахмед. Он дал Мустафе еще один динар, и Мустафа ушел, кланяясь и благодаря. Все дома в этом городе были обнесены высокими стенами, так что на улицу выходили только ворота. Запомнить незнакомый дом было нелегко. «Надо отметить этот дом, чтобы потом узнать его», решил Ахмед. Он вытащил из кармана кусок мела и поставил на воротах дома крестик, а потом пошел обратно. «Теперь я запомню этот дом и приведу к нему завтра моих товарищей». «Быть мне помощником атамана!» радовался Ахмед, сорви голова. Только Ахмед успел уйти, как из дома вышла служанка Али Бабы по имени Марджана, девушка умная и хитрая. Она собралась идти на рынок за хлебом и мясом к обеду. Закрывая калитку, она обернулась и увидела на воротах крестик, нарисованный мелом. «Кто это вздумал пачкать наши ворота?» подумала она. «Наверное, уличные мальчишки?» «Нет, крест слишком высоко», его нарисовал взрослый человек. «И этот человек задумал против нас злое дело. Он хочет запомнить наш дом, чтобы убить или ограбить нас. Надо мне сбить его с толку». Марджана вернулась домой, вынесла кусок мела, поставила кресты на всех соседних домах и ушла по своим делам. А разбойник прибежал в пещеру и крикнул. «Слушай, атаман, слушайте все! Я нашел дом нашего врага и отметил его крестом. Завтра я вам покажу его!» «Молодец, Сахмед, сорви голова!» похвалил его атаман. «Завтра к утру будьте все готовы. Мы спрячем под халаты острые ножи и пойдем с Сахмедом к дому нашего врага. Слушаем и повинуемся тебе, атаман», сказали разбойники, и все стали поздравлять Ахмеда. А Ахмед, сорви голова, ходил гордый и говорил, «Вот, увидите, я буду помощником атамана». Он всю ночь не спал, дожидаясь утра, и как только рассвело, вскочил и разбудил разбойников. Они надели широкие бухарские халаты, белые чалмы и туфли с загнутыми носками, спрятали под халаты ножи и пошли в город. И все, кто их видел, говорили, «Это бухарцы!» Они пришли в наш город и осматривают его. Впереди всех шли Ахмед с атаманом. Долго водил Ахмед своих товарищей по городу и, наконец, отыскал нужную улицу. «Смотрите», — сказал он, — «вот этот дом. Видите на воротах крест?» «А вот еще крест», — сказал другу разбойник. «В каком же доме живет наш враг?» «Да, вон и на том крест, и на этом, и здесь крест, да тут на всех домах кресты!» закричали вдруг остальные разбойники. Атаман рассердился и сказал, «Что это значит?» «Кто-то перехитрил тебя, Ахмед?» «Ты не выполнил поручения, и не придется тебе больше с нами разбойничать. Я сам отрублю тебе голову». И когда они вернулись в лес, жестокий атаман отрубил голову Ахмеду. А потом сказал, «Кто еще возьмется отыскать дом нашего врага? У кого хватит храбрости? Пусть не пробует это сделать ленивый или слабый». «Позволь мне попытаться у атаман», — сказал один из разбойников, Мухаммед Плешивый. «Я человек старый, меня так легко не проведешь. А если я не выполню поручения, казни меня так же, как ты казнил Ахмеда». «Иди, Мухаммед», — сказал атаман, «буду ждать тебя до завтрашнего вечера. Но смотри, если ты не найдешь и не покажешь мне дом нашего врага, тебе не будет пощады». На следующее утро Мухаммед Плешивый отправился в город. Ахмед рассказал разбойникам про Мустафу, и Мухаммед прямо пошел на рынок к старому башмачнику. Он повел с ним такой же разговор, как и Ахмед, и пообещал ему два динара, если Мустафа покажет ему дом убитого купца. И Мустафа, обрадованный, довел его до самых ворот. «Придется и мне как-нибудь отметить дом», — подумал Мухаммед. Он взял кусок кирпича, валявшийся на дороге, и нарисовал на воротах маленький крестик в правом верхнем углу. «Здесь его никто не увидит, кроме меня», — подумал он. «Побегу скорее за атаманом и приведу его сюда». И он быстро пошел обратно к своим товарищам. Амарджана как раз возвращалась с рынка, увидев, что от ворот их дома, крадучись, отошел какой-то человек и побежал по дороге, она сообразила, что тут что-то неладно. Морджана подошла к воротам, внимательно осмотрела их и увидела в правом верхнем углу маленький красный крестик. «Так вот, значит, кто ставит кресты на наших воротах», — подумала Морджана. «Подожди, я тебя перехитрю». Она подняла с земли кусок кирпича и поставила такие же кресты на воротах всех домов их улицы. «Ну-ка, попробуй теперь найти наш дом», — воскликнула она. «Тебе это так же не удастся, как вчера». А Мухаммед Плешивый всю дорогу бежал, не останавливаясь, и, наконец, вошел в пещеру, еле переводя дух. «Идемте скорее», — крикнул он. «Я так отметил этот дом, что уж теперь нашему врагу не уйти. Собирайте же скорее, не мешкайте». Разбойники завернулись в плащи и пошли вслед за Мухаммедом. Они очень торопились, чтобы дойти до города засветло, и пришли туда перед самым закатом солнца. Найдя знакомую улицу, Мухаммед Плешивый подвел Атамана к самым большим и красивым воротам и указал ему пальцем на маленький красный крестик в правом верхнем углу ворот. «Видишь», — сказал он, — «вот моя метка». «А это чья?» — спросил один из разбойников, который остановился у соседних ворот. «Тут тоже нарисован крестик». «Какой крестик?» — закричал Мухаммед. «Красный», — ответил разбойник. «И на тех воротах точно такой же, и напротив тоже. Пока ты показывал Атаману свой крестик и осмотрел все соседние ворота». «Что же, Мухаммед», — сказал Атаман, «и тебя, значит, перехитрили». «Хоть ты хороший разбойник, а слова не сдержал. Пощады тебе не будет». И Мухаммед погиб так же, как и Ахмед. И стало в шайке разбойников не сорок, а тридцать восемь. «Надо мне самому взяться за это трудное дело», — подумал Атаман. «Мои люди хорошо сражаются, воруют и грабят, но они не годятся для хитрости и обмана». И вот на следующее утро Хасан Одноглазый, Атаман разбойников, пошел в город сам. Торговля на рынке была в самом разгаре. Он нашел Мустафу Башмачника и, присев рядом с ним, сказал, «О, дядюшка, почему ты такой печальный? Работы, что ли, мало?» «Эй, работы у меня уж давно нет», — ответил Башмачник. «Я бы, наверное, умер с голоду, если бы судьба не послала мне помощь. Позавчера рано утром пришел ко мне один щедрый человек и рассказал, что он ищет родных своего брата. А я знал, где дом его брата, и показал ему дорогу. И чужеземец подарил мне целых два динара. Вчера ко мне пришел другой чужеземец и опять спросил, меня не знаю ли я его брата, который недавно умер. Я привел его к тому же самому дому и опять получил два динара. А сегодня вот уж полдень, но никто ко мне не пришел. Видно, у покойника нет больше братьев». Услышав слова Мустафы, атаман горько заплакал и сказал, «Какое счастье, что я встретил тебя! Я третий брат этого убитого купца! Я пришел из далекой страны и только вчера узнал, что моего старшего брата убили. Нас было пятеро братьев, и мы все жили в разных местах, и вот теперь мы сошлись в вашем городе, но только для того, чтобы найти нашего брата мертвым. Отведи же меня к его дому, и я дам тебе столько же, сколько дали мои братья». «Хорошо», — радостно сказал старик, «а больше у него нет братьев?» «Нет», — ответил атаман, тяжело вздыхая. «Нас было пятеро, а теперь стало только четверо». «Жалко, что вас так мало», — сказал старый Мустафа и тоже вздохнул. «Идем». Он привел атамана к дому Касима, получил свою плату и ушел. А атаман сосчитал и хорошо запомнил, сколько ворот от угла улицы до этого дома, так что ему не нужно было отмечать ворота. Потом он вернулся к своим разбойникам и сказал, «О, разбойники, я придумал одну хитрость. Если она удастся, мы убьем нашего врага и отберем все богатства, которые он увез из пещеры. Слушайте же меня и исполняйте все, что я прикажу». И он велел одному из разбойников пойти в город и купить 20 сильных мулов и 40 кувшинов для масла. А когда разбойник привел мулов, нагруженных кувшинами, атаман приказал разбойникам влезть в кувшины. Он сам прикрыл кувшины пальмовыми листьями и обвязал травой, а сверху проткнул дырочки для воздуха, чтобы люди не задохнулись. А в оставшиеся два кувшина налил оливкового масла и вымазал им остальные кувшины, чтобы люди думали, что во всех кувшинах налито масло. Сам атаман надел платье богатого купца и погнал мулов в город. Наступал вечер, уже темнело. Атаман направился к дому Касима и увидел, что у ворот сидит веселый и приветливый человек. Это был Али-Баба. Атаман подошел к нему и низко поклонился, коснувшись рукой земли. «Добрый вечер, почтенный купец», — сказал он. «Я чужеземец из далекой страны. Я привез запас дорогого масла и надеялся продать его в вашем городе. Но мои мулы устали и шли медленно. Когда я вошел в город, уже наступил вечер, и все лавки закрылись. Я обошел весь город, чтобы найти ночлег. Но никто не хотел пустить к себе чужеземца. И вот я прошел мимо тебя и увидел, что ты человек приветливый и радушный. Не позволишь ли ты мне провести у тебя одну ночь? Я сложу свои кувшины на дворе, а завтра рано утром увезу их на рынок и продам. А потом я уеду обратно в мою страну и буду всем рассказывать о твоей доброте. «Входи, чужеземец», — сказал Али-Баба. «У меня места много. Расседлай мулов и задай им корму, а потом мы будем ужинать. Эй, Марджана, посади собак на цепь, чтобы они не искусали нашего гостя». «Благодарю тебя, упочтенный купец», — сказал атаман разбойников. «Пусть исполняются твои желания, как ты исполнил мою просьбу». Он ввел своих мулов во двор и разгрузил их у стены дома, осторожно снимая кувшины, чтобы не ушибить разбойников. А потом нагнулся кувшином и прошептал, «Сидите тихо и не двигайтесь. Ночью я выйду к вам сам и поведу вас в дом». И разбойники шепотом ответили из кувшинов, «Слушаем и повинуемся, атаман». Атаман вошел в дом и поднялся в комнату, где уже был приготовлен столик для ужина. Али-Баба ждал его, сидя на низенькой скамейке, покрытой ковром. Увидев гостя, он крикнул Марджане, «Эй, Марджана, прикажи зажарить курицу» и приготовь побольше блинчиков с медом. «Я хочу, чтобы мой гость был доволен нашим угощением». «Слушаю и повинуюсь», — сказала Марджана. «Я приготовлю все это сама, своими руками». Она побежала на кухню, живо замесила тесто и только собралась печь блинчики, как вдруг увидела, что масло-то все вышло и жарить не на чем. «Вот беда», — запричитала Марджана. «Как же теперь быть, уже ночь масло нигде не купишь, и у соседей не достанешь, все давно спят?» «Вот беда». Вдруг она хлопнула себя по лбу и сказала, «Глупая я! Говорю, что нет масла, а здесь под окном стоят сорок кувшинов с маслом. Я возьму немного у нашего гостя, а завтра чуть свет куплю масло на рынке». Она зажгла светильник и вышла во двор. Ночь была темная, пасмурная. Все было тихо, только мулы у колодца фыркали и звенели уздечками. Марджана высоко подняла светильник над головой и подошла к кувшинам. И как раз случилось так, что ближайший кувшин был с маслом. Марджана открыла его и стала переливать масло в котел. А разбойникам уже надоело сидеть в кувшинах, скрючившись. У них так болели кости, что они не могли больше терпеть. Услышав шаги Марджана, они подумали, что это атаман пришел за ними. И один из них тихо сказал, «Наконец-то ты пришел, атаман! Скорее позволь нам выйти из этих проклятых кувшинов и дай расправиться с хозяином этого дома, нашим врагом!» Марджан, услышав голос из кувшина, чуть не упал от страха и выронил светильник. Но она была умная и храбрая девушка и сразу поняла, что торговец с маслом – злодей и разбойник, а в кувшинах сидят его люди и что Алибабе грозит страшная смерть. Она подошла к тому кувшину, из которого послышался голос и шепнула, «Скоро придет пора! Молчи, а то тебя услышат собаки! Их на ночь спустили с цепи!» Потом она подошла к другому кувшину и спросила, «Кто тут?» «Я Хасан», – ответил голос из кувшина. «Будь готов, Хасан, я скоро освобожу тебя!» Так она обошла все кувшины и узнала, что в 38 кувшинах сидят разбойники, и только в два кувшина налито масло. Марджана схватила котел с маслом, побежала на кухню и нагрела масло на огне так, что оно закипело. Потом вышла во двор и плеснула кипящим маслом в кувшин, где сидел разбойник. Тот не успел и крикнуть, сразу умер. Покончив с одним врагом, Марджана принялась за других. Она кипятила масло на огне и обливала им разбойников, пока не убила всех. А затем она взяла сковородку и нажарила много румяных блинчиков, красиво уложила их на серебряное блюдо, облила маслом и понесла наверх, в комнату, где сидели Али Баба и его гость. Али Баба не переставал угощать атамана разбойников. И скоро тот так наелся, что еле мог двигаться. Он лежал на подушках, сложив руки на животе и тяжело дышал. Али Баба увидел, что гость сыт и захотел повеселить его. Он крикнул Марджане. «Эй, Марджана, спляши для нашего гостя самую лучшую из своих плясок». «Слушаю и повинуюсь, господин», — ответила Марджана с поклоном. «Позволь мне только пойти и взять покрывало, потому что я буду плясать под покрывалом». «Иди и возвращайся», — сказала Али Баба. Марджана убежала к себе в комнату, завернулась в вышитое покрывало и спрятала под ним острый кинжал. А потом она возвратилась и стала плясать. Али Баба и атаман разбойников смотрели на нее и качали головами от удовольствия. И вот Марджана посреди танца стала все ближе и ближе подходить к атаману. И вдруг она, как кошка, прыгнула на него и, взмахнув кинжалом, вонзила его в сердце разбойника. Разбойник громко вскрикнул и умер. Али Баба остолбенел от ужаса. Он подумал, что Марджана сошла с ума. «Горе мне! Что ты наделала, безумная! В моем доме убит чужеземец! Стыд и позор на мою голову!» Марджана опустилась на колени и сказала, «Выслушай меня, господин, а потом делай со мной что хочешь. Если я виновата, убей меня, как я убила его». И она рассказала Али Бабе, как она узнала о разбойниках и как погубила их всех. Али Баба сразу понял, что это те самые разбойники, которые приезжали к пещере и убили Касима. Он поднял Марджану с колен и громко закричал, «Вставай, Зейнаб! Разбуди Фатиму! Нам грозила страшная смерть, а эта смелая и умная девушка спасла всех нас!» Зейнаб и Фатима сейчас же прибежали и крепко обняли Марджану. Али Баба сказал, «Ты не будешь больше служанкой Марджана. С этого дня ты будешь жить вместе с нами, как наша родная сестра». И с этих пор они жили спокойно и счастливо, пока не пришла к ним смерть. СМЕРТЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова